Всем привет! С мультипликационной точки зрения 2019 год был очень богат крутыми новинками, которые смотришь просто не отрываясь. Лично я смотрела следующий топ, не отходя от монитора буквально ни на секунду. И в сегодняшнем топе 10 мультфильмов, которые реально можно посмотреть и с семьей, и в безнадежном одиночестве, что не сделает их просмотр ни капельки хуже. Поехали! Итак, первый мультфильм, который покорил сердца тысяч. Это завершение трилогии «Как приручить дракона». Получилось! Драконы и викинги живут вместе! Да, это «Как приручить дракона 3». Его очень долго ждали, и он вышел просто потрясающим. Муравки бегают по коже просто табуном. На самом деле, неожиданная развязка, безумное интересное развитие событий и просто офигительная графика. Дневная фурия! Ой, прости. Она что, просто исчезла? Рекомендуем к просмотру. Очень стоит того. Следующий мультфильм, о котором бы хотелось поведать, это «Клаус». На самом деле, это мультфильм, который пробирает до дрожи и покоряет даже самые каменные сердца. Здрасте! Джаспер Йоханссон, почтальон. Мистер Клаус, у вас талант! С первых минут кажется, что какая-то такая не такая рисовка и вообще, но буквально стоит посмотреть пять минут и не можешь оторваться от сюжета. История заключается в следующем. Один парниша, достаточно из богатой семьи, очень сильно накосячил, за что его отец погоняет его. Он его отправляет в настоящее изгнание. Но это изгнание позволяет парню измениться самому и изменить мир вокруг себя. Пиши мистеру Клаусу и получишь игрушку. Очень рекомендуем к просмотру. Мультфильм действительно стоит посмотреть. Следующий мультфильм это Эверест, в котором девочка по имени Лу решает помочь своему новому пушистому белому другу по кличке Эверест попасть домой. Привет, мальчик. Или девочка. Ты точно мальчик. И откуда ты только взялся? Но не все так просто. Их преследуют бандиты, опаснейшие погони и, соответственно, долгожданный финал. Это твой дом? Обалдеть. Каким же он будет, вы сможете узнать, посмотрев мультфильм до конца. Следующий мультфильм Королевский Корди. Это мультфильм, о котором невозможно думать и не смеяться. История о настоящих любимцах британской королевы. Любимец двора попадает за границы двора и остается совсем один на улице. В одиночестве. Каким будет это приключение, вы сможете узнать, досмотрев этот мультфильм до конца. Так что приятного просмотра. Следующий мультфильм это Королевские каникулы. Также о четвероногом дворянине. Всю свою жизнь принц купался в роскоши. Приветствую, ваше высокопародие. Пока не случилось страшное. У меня дурные вести. Меня больше нет. Но его история немножко грустнее. Он остается сиротой. Его королева погибает, но он остается претендентом на наследство. А дворцовые жадины решают прикарманить это все, обойдя наследника. Он оказывается на улице и его ждут великолепнейшие приключения, которые изменят не только его жизнь, но и жизнь всего двора. Тебе позволяйте. Хочем кое-что разведать задним числом. Не верь своим глазам. Положись на них. А вот и долгожданная тайная жизнь животных 2. На самом деле очень интересный мультик. И действительно достойное продолжение первой части. Это история о том, что меняться может каждый. И изменения ради любимых и близких людей могут быть просто потрясающими. Мел, вылезай. Давай, вылезай. Ты стал какой-то нервный? В этой клинике тебе непременно помогут. Док спец по психическим расстройствам. Ну а я не псих и совсем не расстроен. Да, я тоже не псих. Вот человек у меня с прибабах. Знаешь, приношу дохлую птицу, выбрасывает. И чем тебе не угодишь, истеричка? Следующее продолжение, которое также впечатлило зрителей, это Angry Birds 2. Также очень-очень веселый мультфильм. В этой части харизматичные свиньи пришли к пернатам просить союза. Ведь им угрожает третья сторона. Очень рекомендуем к просмотру. Просто обалденный мультфильм, который реально стоит посмотреть. Нужно срочно собрать команду. Мы тебя вытащим. Вон, ты все еще наказан. Я не ребенок, мам. Парни, это моя сестра Сильвер, очень умная. Кто это? Неужели все эти награды ее? Вряд ли мы с тобой сработаемся. Ясно, конфликтный. Это ты о ком? Не уверен. А, ты левша, значит седьма. Удачи, неудачник. Она ничего. Далее, Сильма в городе призраков. На самом деле, действительно, очень интересная, увлекательная мексиканская история об одной девушке, которая жила в приемной семье. Она всю жизнь стремилась найти родителей, но она знала, что они, к сожалению, мертвы. Раз в году городок Санта-Клара принимает у себя гостей с того света. Ну что, готовы? Да. Всегда готов. Смотрите, все получилось. Сильма! Не-е-е-е! Я всю жизнь мечтала хоть один раз увидеть своих родителей. Как же мне было одиноко. Я искала их везде, где только могла, кроме запретного замка. Однажды ее братья из приемной семьи находят древнюю книгу. Это артефакт, который переносит их в мир мертвых. Там она может встретиться с родителями. Но чем же закончится эта история, вы сможете узнать, посмотрев этот мультфильм до конца. Далее, это мой мультфильм «Семейка Адамсов». На самом деле, долгожданный для многих ремейк. Это история об одной очень мрачной семье, которая, несмотря на все свои странности, остается очень дружной, очень сплоченной и очень любящей. Очень советуем посмотреть этот фильм, хотя бы для того, чтобы вспомнить свое детство. Какое чудесное утро! Разбуди детей. Все, я проснулась. Здесь так сладенько, что аж тошнит. Так странно. Паксли, не жадничай. Этот джентльмен тоже хочет пить. Отвратительного дня в школе, дорогая. Не будь паинькой! А, ясно. Тюрьма для детей. А это еще кто? Я Паркер. Меня зовут Венздей. У тебя нет мобильного? А у тебя нет арбалета. Я думала, у всех они есть. Венздей! Яблочко! И завершает этот топ камуфляж шпиона. Это история об ученом и шпионе. Знаете, как определить, что вы лучший шпион в мире? Лэн Стерлинг. Лэн Стерлинг! Лэн Стерлинг. Все знают ваше имя. Агент Стерлинг! Стойте, стойте, стойте! Я тут кое-над чем работал дома. Это изменит шпионаж навсегда. Называется биодинамическая маскировка. Представьте, если вы вдруг... Внимание! Барабанная дробь! Исчезнете! Это великолепный тандем, ради которого одному из них пришлось превратиться в голубя. Покажи. Ладно, не хотите чайку, есть вода, питьевой заменитель пищи. Теперь ближе к делу. О, у диетических напитков странный вкус. Ну, где средства? О, вы его выпили? Ау! Получилась безумная парочка с огромнейшим потенциалом и серьезно-несерьезными приключениями. Это был топ-10 мультфильмов 2019 года, которые реально очень здорово смотрятся просто на одном дыхании. Рекомендуем просмотру. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok